Как спрятать файлы в андроид, перед этим зашифровав? Надо скачать приложение Tello. Можно сказать, что это Veracrypt для мобильных, но с немного урезанным функционалом. И вещь эта очень полезная в наше неспокойное время. Tello есть под айфон, не только под андроид, но под айфон я ее не тестировал. Вообще это open source, есть на fdroid. Tello проходила ряд независимых аудитов безопасности, что также добавляет ей очков. Она не позволяет записывать экран, поэтому пока я добрался до настроек и отключил эту функцию, экран выглядел так. Но там ничего особо интересного. Она рассказывает о своих преимуществах и в конце спрашивает, как вы желаете разблокировать приложение. Пин, пароль или графический ключ. Я сейчас это покажу, когда буду менять способ авторизации. Выглядит интерфейс вот так. Достаточно мило и юзер-френдли. В принципе все понятно. В папке images вы будете хранить фото, как снятые вами непосредственно отсюда, так и сохраненные в телефоне или каким-то способом вам пересланные. Все шифруется на лету. Фото, сделанные из-под Tello, не появляются в галерее или других местах на устройстве в незашифрованном виде. То есть увидеть их вы можете только открыв Tello. А так вы можете импортировать фото с телефона. Ну, то есть сделанные ранее или присланные. И если выбрать удалить оригинал, то они будут жить только в Tello. И только в зашифрованном виде. Понятно, что таким образом вы можете добавлять в Tello не только фото, но и любые другие файлы. Все, что есть у вас на устройстве, можно зашифровать и сложить сюда. И безусловно удобно, что фото, видео и аудио вы можете записывать сразу отсюда, минуя устройство. Отличная штука для журналистов, активистов и так далее. Кстати, диктофон пишет достаточно чисто. Ну и по большому счету перед нами классический проводник. А значит здесь также должна быть возможность создавать папки и подпапки. И она есть, но только во всех файлах. Так что в использовании приложение прямо совсем идеальное. Все просто, понятно и по уму. Заглянем в настройки. В общих ничего интересного. А вот в Security есть о чем рассказать. Сохранение метаданных – это хорошо. Хотя, может быть, лучше их чистить. Тихий режим работы камеры – тоже хорошо. Для шпионов. А тут мы выбираем способ авторизации. То, что Tello спросит у вас вначале при установке. Наиболее надежный способ – это вход по паролю, но он не дает возможности спрятать Tello под калькулятор. Сейчас покажу, что это. Так что, возможно, имеет смысл выбрать PIN. Графический ключ разработчики не советуют. И я тоже. Что касается калькулятора. Тут есть возможность выбрать способ маскировки. Можно выбрать другую иконку и название. На рабочем столе иконка и название поменяется, но не скажу где. Приложение все также будет называться Tello. Так что злоумышленник с минимальными знаниями в области технологий и наличием желания, можете узнать, что Tello у вас на мобильном установленном. Хотя я слышал, что и там можно поменять название приложения, но сам пока не пробовал. В любом случае вы можете замаскировать приложение под калькулятор. Так как у меня выбран PIN в качестве средства авторизации, он сразу подключил этот способ. Теперь вы можете пользоваться калькулятором как калькулятором, а если набрать PIN-код и нажать равно, вы попадете в свое зашифрованное хранилище. Очень остроумный способ, жалко, что он достаточно широко известен. Теперь что касается удаления файлов. На главной есть тревожная кнопка, которая удаляет то, что вы выберете. Если ее нет, ее нужно включить здесь. И здесь же выбор того, что она удаляет. В данном случае драфты и настройки сервера. Серверов мы в этом уроке касаться не будем. То есть в случае опасности, если успеете, вы свайпите этот бегунок, ждете 5 секунд и у вас удалится с устройства то, что вы выбрали в настройках. То есть если вы здесь выберете удалять еще и все файлы, а также можно и само приложение, то в принципе можете избежать больших проблем. Хотя файлы будут потеряны навсегда. Но что такое потерянные файлы по сравнению с пятью и более годами в местах, где лесной олень, заглядывая в камеру, искренне удивляется скромности вашего быта. Вопрос риторический. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.